Друзья, всем привет! В комментариях под прошлым видео вы спрашиваете, как мое здоровье. Я решила рассказать вам о том, что со здоровьем у меня все прекрасно, а также поделиться с вами некоторыми своими техниками о том, как унять беспокойство во время прохождения обследований. В июле я была в Минске, и, воспользовавшись случаем, естественно, я посетила своих врачей, сделала УЗИ брюшной полости и молочных желез. У меня там все прекрасно, но, сидя перед кабинетом врача, я поймала, знаете, вот это вот беспокойство и поняла, что мне нужно, наверное, вам записать это видео. Я знаю практически на 100%, что все вы очень сильно боитесь обследований, потому что, возможно, после очередного обследования вы услышали самую страшную вещь в вашей жизни, о том, что у вас рак, и теперь каждый раз, когда вы приходите к врачу, будь то гинеколог, стоматолог, эндокринолог, вы боитесь повторения этой истории. Это совершенно нормально, память не сотрешь, и плохо себя чувствовать перед кабинетом врача тоже нормально, но с этим можно справляться. Я помню, когда меня отправили на первое обследование, это был рентген лёгких, ещё во время прохождения химиотерапии, уже после того, как я узнала о своём диагнозе, у меня буквально под кабинетом случилась паническая атака, мне хотелось кричать, рыдать, стучать ногами, в общем, мне было так плохо, это была какая-то настоящая паническая атака, потому что я во всех красках представила себе, что сейчас из кабинета выйдет врач и опять скажет мне что-то ужасное, что просто опять разрушит весь мой мир. Со временем, конечно, этот страх притупляется, и каждое следующее обследование проходит всё проще, 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 но, тем не менее, есть некоторые техники, которые помогут вам справиться с волнением. Итак, вот мои пять техник. Первое – это дыхательные упражнения. Они есть в йоге, они есть отдельно, какие-то дыхательные гимнастики. Вы можете выбрать свои, но лично мои любимые – это глубокий вдох на 4 счёта и потом медленный выдох на 8 счётов. То есть раз, два, три, четыре – это вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь – это выдох. Таким образом, вы начинаете, во-первых, глубоко полноценно дышать, во-вторых, отвлекаетесь от своих страхов, волнений и фобий на то, чтобы считать. И, проделав буквально 3-5 минут, такое упражнение становится значительно легче. Второе упражнение, которое можно, в принципе, комбинировать, их, в принципе, все можно комбинировать, с первым – это мантра. Самая простая мантра Ом, либо любая другая. Вы можете выбрать какую-то посложнее для себя или та, которая вам больше нравится. Но тоже можно несколько раз её произнести для того, чтобы войти в такое вот отрешённое немножко состояние, когда вы не мечетесь, ваш мозг не мечется в поисках каких-то ужасных воспоминаний, а входит в такое вот ровное, практически бесстрастное и бездумное состояние. То есть мантра тоже произносится по каким-то правилам, я думаю, вы можете увидеть их в интернете. В частности, мантра Ом, она произносится не просто Ом, она должна вызвать такую вибрацию как бы у вас в организме. То есть это Ом. Не всегда, конечно, уместно произносить громко мантры, сидя перед кабинетом врача, вы можете это делать тихонечко. Просто помогите своему мозгу отвлечься от страхов, перестать метаться и подбирать какие-то страшные картинки, а войти в ровное, можно сказать, даже бездумное состояние. Итак, лайфхак номер три. Это вы страх свой ощущаете не только на уровне головы и мозга. Многие из вас замечали, что от страха там сжимается желудок, или там еще набьется сердце, или там подкатывает тошнота. То есть телесная реакция на страх и волнение тоже практически у всех присутствует. Я вам посоветовала бы брать с собой на обследование какую-то очень холодную бутылку с водой и прикладывать ее к тем местам, которыми вы чувствуете страх. Вот, например, я страх свой чувствую животом. То есть вот сюда бы я ее прикладывала. И тогда вы своему телу помогаете не чувствовать страх, а чувствовать холод, прикосновения, что-то другое. И таким образом тоже отвлекаетесь от своих вот этих вот ужасных панических мыслей. Четвертое – это плюшка. Я всегда себе загадываю, что вот когда я выйду от врача после этого обследования, из-за всей волнения, тревоги и, конечно же, хорошие результаты, я заслуживаю поощрения. Поощрение – это поход в кафешку, съесть какое-нибудь вкусное пирожное, либо купить себе что-то приятное. Чаще всего, конечно, это связано с тем, что нужно пойти и потратить на себя немножко денег. Хотите много? Можно, конечно, много. Но суть в том, что это благодарность себе за пройденное испытание очередное, небольшое, но испытание. И последнее. Мы очень боимся этих обследований, потому что очень хорошо помним то самое страшное в нашей жизни обследование, когда мы услышали, что у вас рак. И именно воспоминания об этом не дают нам расслабиться и спокойно заходить в кабинет к врачу. Я вам предлагаю вспомнить сотни других своих обследований, после которых вам говорили, что «Здорово! Следующий!» или «Всё в порядке! Идите!» или «Вы здоровы! Поздравляю!» Таких обследований, я уверена, в вашей жизни и в моей было намного-намного больше. И когда вы вспомните вот эти слова, вот это чувство облегчения, вот это вот пусть даже равнодушие, что там врачу с вами больше нечего делать, мол, вали отсюда. Вспоминайте, каждый раз вспоминайте это чувство, когда вы выходите из кабинета врача и понимаете, что «Ну всё, это пройдено, больше не о чем беспокоиться, и можно идти и заниматься своими прекрасными важными делами». Итак, это мои пять основных техник. Возможно, у вас есть какие-то свои, будет классно, если вы ими поделаетесь. Их можно использовать по отдельности, можно комбинировать все вместе. Надеюсь, вам было полезно. Кстати, как вам мои волосы? Видите, они уже очень-очень отросли. Расскажите, что вы делаете с волосами, растите или стрижетесь теперь коротко. И заодно, девчонки, расскажите мне, пожалуйста, на какой стадии лечения вы сейчас находитесь. То есть вы в процессе, вы уже закончили какое-то время назад, вас там только-только вы узнали о диагнозе. Расскажите мне, пожалуйста, мне будет интересно, и, возможно, я смогу быть для вас более полезной. Всё, всем пока. Будьте очень здоровы.